Доброе утро! У меня уже начало следующего дня. Вчера вечером я добрался без всяких приключений в гостиницу. В принципе, лег спать и снимать было особо нечего. Вот, посмотрите, у меня тут все в мухах. Вчера уже где-то за 100 километров до Владивостока, да, мух у меня тут столкновилось все больше и больше. И видно было все меньше и меньше. В Австралии как-то эта проблема не так вот стоит остро, потому что, я не знаю, у нас там вот так, когда ездишь, столько мух нет. Сейчас я выдвигаюсь к Токаревскому маяку. Мне уже несколько человек настоятельно рекомендовали туда съездить. Поэтому я не буду упускать этот момент и проедем через маяк. Вот это место и вот здесь переход к маяку. Люди там переходят, поэтому я так думаю, что перейти можно. Я обязательно перейду, естественно, если это можно сделать, то я перейду. Но вот я, видите, одел штаны, но я с собой взял шорты и эти вот сланцы свои. То есть мне сейчас нужно будет сходить в машину, одеть шорты, чтобы перейти в этот вброд до самого маяка. Все отлично, можно идти теперь. Очевидно, что во Владивосток приезжает очень много туристов из Китая. Тут, видите, прям даже целый автомобильчик весь. Тут, я так понимаю, информация о каких-то морских, похоже, прогулках. Вот, видите, идет эта коса. Она сейчас до вот этой стойки ЛЭП пойдет. А уже с ЛЭП она пойдет туда, до Токаревского маяка. Тут, похоже, какая-то выброшенная на берег лодка. Я подошел к ЛЭП. И дальше, вот смотрите, эта коса пропадает. По ней можно перейти, когда отлив. А когда прилив, как я понял, я не знаю, можно и нельзя перейти, но лучше переходить, я так понимаю, когда отлив. Ну, естественно, там мельче становится. Ну и сейчас мы туда перейдем. Через волны, через океан. Так, тапочки снимаем. И поперлись. Ааа, блин, тут камешки, конечно. Ой, 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 очень, как бы, конечно, колется. Ааа, щучь! Морская пучина. Морская пучина. Вот, смотрите, сзади завистливые взгляды китайцев. Они боятся переходить. Мы не боимся. Тут еще и течение, похоже, переливается вон, отсюда-сюда. О, китаец пошел! Он стоял, завистливо смотрел. И все-таки решил. Нет, я пойду. Я не хуже. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, здесь, конечно, по камешкам-то идти не так уж и удобно. Это если, вот, скажем, одеть такую специальную обувь. У меня она есть, как бы, в Австралии. Но здесь у меня ее, естественно, нет. Так, навстречу к нам идет дядечка с каким-то дрыном. Здравствуйте. А на рыбалку? Да, да, на рыбалку. Ну, все, я уже почти что на месте. Отсюда вид на золотой мост. А, нет, это не золотой мост. Так, я что-то не понял. Это же русский мост. Вот, золотой-то мост. Вон он. Точно. Это русский мост. Да, тут такой массаж для ног нехилый. Ап, ап, все, есть. Я красавчик. Оба-на. Ой. Ё-ёй, камеру чуть-то не тут снул, не дудут снул. Оба-на, оба-на. Вот и маяк. Кстати, вода очень теплая. Прямо серьезно, очень-очень теплая. Я даже не знаю, мне кажется, и привыкать не нужно. Можно вообще занырнуть и искупаться. Без проблем. Оп. Блин, у меня тапки такие скользкие сейчас. Надо осторожнее ходить, а то можно так это нехило разложиться. Все. Видите, какой маяк. Я так смотрю, здесь далеко не многие решаются переходить через эту косу до маяка. Потому что все те, кто здесь были, ушли. Там вот, посмотрите, там много людей стоит. Идут только двое. Такие отчаянные. Остальные не решаются, похоже. Ну и я пока что здесь на острове один. Вот интересно, сюда вообще какие-то экскурсии ходят. Здесь вообще главное, никакой информации. Вот мне кажется, это минус все-таки. Ну я если сравню, например, даже с той же Австралией, там какие-то вообще просто захолустье. Даже вот, ну абсолютно какое-то место непонятное. И все равно там есть какая-то информация, ну и какая-то историческая справка об этом месте. А тут целый стоит маяк. И ну я бы тут с удовольствием прочитал бы сейчас об истории этого маяка. Не, естественно, конечно, я могу сейчас там гугл открыть и там все читать. Но мне кажется, что все равно как-то было бы лучше, чтобы прямо здесь пришел. Все прочитал, вообще классно, да? Вот там ребята пробираются через волны. Сейчас достигнут тоже свои цели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выдвигаясь в обратную сторону, все здесь наснимал и едем вот сюда, на остров Русский. Через Русский мост. Сначала через Золотой мост, потом через Русский мост. На остров Русский. У меня уже сейчас по второму. Решил заскочить прямо здесь же у маяка. Есть вот такая вот интересная кафешка террасой или как веранды. С видом прямо на воду. То есть чтобы время сэкономить, я не хочу просто там потом ездить где-то искать. В общем, решил заехать. Здесь, я так понимаю, морепродукты. Даже из краба есть много. Ага. Гребешки. Да, здесь все похоже морепродукты. А, ну и салат крабовый. Да, цены суп сливочный с угрём 700 рублей. Ну, такие цены, я так понимаю, по российским меркам, это, наверное, где-то ресторанские будут. Ну, я так представляю это. Мидии том-ям 600 рублей. Сейчас что-нибудь по-быстрому выберу. Быстро поем. И все, на остров Русский гоним. Я решил в океанариум сразу же не ехать. Проехал чуть дальше. Ну, как бы здесь заканчивается шоссе по острову Русский. Вот туда сейчас дальше дорога уходит. Но она уже как бы не шоссе, я как понимаю. Здесь окончание этого шоссе. Я думаю сейчас дойти до форта номер 11. Здесь, я так понял, по этой дороге вот нужно пешком туда идти. Погода обалденная сегодня. Видите, нет ветра. И не жарко. Солнце не печёт. Вчера весь день, конечно, солнце так неплохо припекало. Я так вспотел вчера. Невероятно. Но. Вот интересный факт. Я весь день, я вообще никакой там ни крем, ничего не там. Ну, это я вообще не люблю очень сильно. Я ничего не намазывал. И я абсолютно не сгорел. В Австралии такой фокус не прошёл бы это точно. Вот 100%. В Австралии я бы уже через 15 минут бы обуглился. Здесь идти вообще недалеко. Минут 10 максимум. Вот он, форт номер 11. Подлежит государственной охране. Информация о форте. Убежище противоштурмовых пушек. Автор проекта. Военный инженер Ушаков. 1910, 1917 годы, 1932 год. Тут как бы не написано, когда именно этот форт закрыли. Тут всё заросло. И тут он. А, здесь вход. Посмотрите, какая надпись классная. Владивосток и якорь. Я зашёл внутрь. Он такой немаленький, похоже. Но такие проходы довольно узкие. Тут плитка. Тут столько, прямо столько помещений много. Здесь, похоже, что-то проходило. Какие-то провода поверху. И вот потолок. Видите, они сделаны как такими, как круглые такие. Туннели. Мне интересно, когда его закрыли вообще. Интересно, да? Такие помещения здесь. Главное, чтобы не это самое. Не. А здесь что, кровать, похоже, стояла какая-то. А, ну тут всё. И вот это интересно, что это как подоконник такой. Такая, получается, как выемка. Так, а вот здесь дальше ещё можно там пройти. О, вот такое эхо. Офигеть. Здесь, похоже, какой-то сейф стоял. Интересно. Так, а здесь что? А, ну тут тоже какое-то помещение. Давайте в другую пройдём. Туда вон какие-то пошли. Здесь. Опа. Прямо такие лабиринты здесь кругом. Всё. Вся краска облезла. Мне интересно, когда его забросили. Ну как, закрыли. То есть это ещё в царские времена, или он после этого ещё использовался как-то? А, ну тут вот лампа висела. Не, мне кажется, в царские времена его не закрывали. То есть вот эта лампа-то явно она ещё, ну как нашего времени уже. О, ничего себе, там в полу какой-то. Нифига себе, туда похоже, куда-то вниз пошло. Там вниз можно спуститься. Видите, что? Вау, какой там паук страшный. Смотрите, там паук какой висит. Ну тут, возможно, какая-то вентиляция туда, потому что вверх что-то пошло. И здесь вон тоже дырка такая-то. А туда вот прям пошёл как будто как туннель. Ну я туда спускаться уж не буду, наверное. Давайте пройдём сюда. И здесь. Тут тоже. А, вот как бы интересно, да? То есть смотрите, он вот как бы вот так вот полукругом такой, как туннель сделан. А здесь он перегородкой. Отгорожен перегородкой. Ну да, здесь как бы сделаны комнаты. То есть интересно, здесь как коридор получился. То есть сделан-то вот видно, что вот оно вот. Оп. Вот такой как туннель. А здесь он на такие комнаты разбит. Там лампочки были. Мне интересно здесь. Для чего? Блин. Для чего он интересно здесь использовал сегодня? Что интересно? Так. И тут такой маленький помещенец. Вот смотрите, какая дверка. Ну, может быть на видео это не будет так вот выглядеть, потому что у меня широкий угол. Но вообще дверка такая маленькая. Я сюда вот только, наверное, боком. Не, ну с рюкзаком-то я сюда вообще не пролезу. А так, если без рюкзака, ну, как бы вот так полубоком, наверное. Ну, я так понял. Если, скажем, идти дальше, это вот туда надо. Лезть туда в пол. Под пол туда. Тогда, возможно, там что-то еще будет. А так, в принципе, это вот. Я так понял все. Представляете, как время изменилось? Сейчас эти форты, они вообще уже не нужны. А в то время, да, вот похоже, вооружение было такое, что в этих фортах можно было держать оборону. Я пошел в обратном направлении, к машине. Сейчас посмотрю, есть ли там по пути еще какие-то форты. Если нет, то я, наверное, сейчас поеду на кладбище кораблей. Я сейчас по трассе этой еду, и вот смотрю, батарея номер 369. Великокняжеская. Вот карта. Так, ну и в принципе здесь все понятно. И вот город Владивосток. У меня гостиница где-то здесь. Форт номер 11. Это вот только что, куда я ходил. Смотрите, форт, 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 форт. Прямо вот вокруг, да, такая вот круговая, так скажем, оборона. Вот батарея 369. Смотрите, сколько здесь батарей. Батарей-то тут еще прям больше. Смотрите, береговая батарея. И тут как будто бы тоже вход. Я внутри батареи этой, но здесь вот стоит вода. Сейчас посмотрим, что тут. Это похоже был туалет. Видите, там какая дырка глубокая. Ничего себе, обалдеть. Еще один какой-то персональный, наверное, для командира. Тоже туалет, но на одну персону. Обалдеть такой эхо. Здесь очень просторно. И вот видите, на потолке такой как паз. Паз идет прямо туда, до самого выхода. Тут вода стоит. Ходишь прям как по залам. В таком очень неплохом состоянии, я бы сказал. Стена заложена. И она как будто бы заложена. Смотрите. Ну, как вы-то думаете, кем она заложена? Смотрите, какими камнями. То есть она не кирпичом заложена даже, а какими-то прямо булыжниками. И в ней проделана дырка. И смотрите, вот там в какой-то момент, похоже, заложили этот проход. Зачем? Выходим на улицу, и 100% здесь стояло орудие. Ну, явно здесь как бы постамент для него, да? Ну, возможно, все эти там боеприпасы были там внутри, да? Они отсюда выходили и стреляли. Ну, да, вообще как бы очень-очень умно. Я так понял, что на улице никто не сидел, естественно. А вот все там были в этих укреплениях. Посмотрите, как начала погода меняться. Ну, так, тучи уже такие гораздо темнее стали. И поднялся ветерок. Ну, завтра, по прогнозу, и завтра, и послезавтра дождь. Но я считаю, что мне очень крупно повезло. Потому что до моего приезда я мониторил погоду. И здесь, во Владивостоке, вот прямо каждый день был туман. Он очень-очень густой. Здесь вообще ничего не видно было. Студенты, похоже, идут. Сейчас проехал остановку, она там полная. Все стоят, ждут автобус. Здесь, ааа, это университет тут. Вон-ка. Прикольно. Вон, видите, сколько здесь. Народище столько. И тут очень плохая дорога. Вот это место. Но я бы сказал, конечно, так себе. Вот эти верхушки кораблей, их видно, да. Но они такие маленькие, что даже непонятно, что это за корабль такой. На этих гугл-картах так и то там лучше видно. Да, жалко-жалко. С квадрокоптера это было бы вообще очень-очень круто видно. Я потому что на гугл-картах смотрел, очень хорошо видно, они вот здесь вот прямо все лежат. Единственное, только вот можно взять каяк и на каяке поплавать. Но я тоже думаю, что там на каяке не так уж и хорошо будет видно все это дело. Все понятно, главное, побывал. Вот все это, кладбище кораблей. Еду, в общем, в этот океанариум. Здесь, я так понимаю, эти корабли вытаскивают. Вон, видите, он прямо за эту огромную цепь корабельную тянут. Да, вот видите, он ее вытаскивает, вот эту фиговину. А вот видите, вот тут дальше вот эта баржа. Может быть, они их цепляют. Их, похоже, потихонечку-то там разбирают как-то. Экскаватор только поднимает вот этот блок, оттянутый он лебедкой. Во, работа мужиков. Я приехал в океанариум. Это вот шаттл бесплатный автобус, потому что на машине туда подъехать нельзя. Вот, все, садимся. Сейчас поедем. Машину оставляешь, короче, на стоянке. Ну, тут недалеко. Потом садишься на этот вот автобус, шаттл, и он довозит до океанариума. На автобусе никого. Ну, по-моему, что уже конец дня. Туда, наверное, скорее всего, мало людей едут. Поехали. Сделано здесь, конечно, все очень-очень красиво. Вот посмотрите, какие инсталляции здесь. Со всех сторон они. Вот видите, и здесь, и там. Ну, вся скала какая красивая. Нет, тут я, конечно, ничего не могу сказать. Сделали, так сделали. Вот билет. Видно, надеюсь, там 1100 рублей вход. Но это без льгот. Если там льгот, там еще льготы есть. У меня, естественно, никаких льгот нет. Вот так выглядит фойе. Тоже очень красивая. Посмотрите, какой тут большой-большой экран. И здесь вот начало экспозиции. Все, идем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Вот это вот сто процентов как бы тумбочка гневального Субтитры сделал DimaTorzok